Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках библейского портала экзегет.ру мы продолжаем беседы о послании святого апостола Павла к Гаватам. И сегодня мы с вами говорим о четвертой главе. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего, Авва, Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Апостол обращается к практике, которая существовала в античном мире. И в античном мире наследника воспитывали обычно в строгости, поскольку ему предстояло взять на себя большую ответственность, унаследовать все имение. И он ничем не отличался от раба, хотя и господин сего. Он был подчинен попечителям и домоправителям. Мы бы сказали, ну вот как в XIX веке строгой гувернанткой был закон, то есть учили и воспитывали в строгости. И только когда приходит время, сын обретает совершеннолетие, он становится наследником всего. И вот когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. То есть Христос подчинился закону, он исполнил весь закон Божий, который не могли исполнить мы, чтобы искупить, приобрести себе подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Авва-отче. Дух усыновления научает христиан взывать к Богу Авва-отче. И вот слово Авва — это арамейское слово, которое употребляется в таком семейном контексте. Это как русское слово «папа». И христиане, их наставляет Святой Дух с доверием обращаться к Небесному Отцу, потому что они теперь усыновлены. Они теперь принадлежат Богу, как его любимые дети. И раньше люди повиновались закону, но еще не были, не получили этого усыновления. Теперь, получив усыновление, мы уже не находимся под законом. Примерно так же, как подданные царя находятся под законами царя. Но дети уже не находятся. Дети принадлежат царю, потому что они его родные, они его родные дети. Не потому что они его подданные. И они обрели Духа Сына, вопиющего Авва-отче. О чем здесь идет речь? Это Дух Веры. Дух, который наставляет христиан с доверием обращаться к Небесному Отцу. Святой Дух дает нам веру во Христа. Речь не идет о каком-то уникальном духовном опыте, который переживают уникальные святые. Нет, речь идет об опыте, который есть у любого христианина. Это опыт веры, это опыт доверия Богу. Это когда мы читаем Слово Божие и относим его к себе. Что это написано про меня тоже. Я тоже обрел усыновление в святом крещении благодаря тому, что сделал для нас Христос. Я тоже могу взывать к Богу как к Отцу. Я тоже принадлежу к церковному народу, который на каждой литургии произносит «Отче наш». Вот эта внутренняя удостоверенность, уверенность в том, что это относится и ко мне тоже, это и есть проявление вот этого Духа Сына, который взывает Авва Отче. И через это мы знаем, что мы являемся Божьими наследниками через Иисуса Христа. Христос сделал нас Богу своими, родными, наследниками. И сделал не потому, что мы это заслужили тем, что соблюдили закон, мы этого не заслужили, но потому, что Христос пожелал умереть за наши грехи, и Он воскрес из мертвых. Но тогда вы, не знав Бога, вы служили Богам, которые в существе не Боги. «Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас». Когда люди не знают Иисуса Христа, они занимаются религией в том смысле, что они пытаются выстроить лестницу в небо. Они пытаются достучаться до небес, они пытаются добраться до Бога при помощи какой-то своей деятельности. Они, в частности, наблюдают дни, месяцы, времена и годы. Конечно, наблюдать дни, месяцы, времена и годы — это было в ветхозаветном иудаизме, но это было также в язычестве, это есть в любой религиозной системе. В любой религиозной системе есть священный календарь. И апостол здесь не порицает календарь как таковой. У нас в церкви тоже есть, конечно, календарь. Апостол здесь порицает попытку пробиться к Богу, используя календарь в качестве средства. Когда люди видят в календаре, когда люди видят в соблюдении закона средства получить Божье благоволение. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и вы как я. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя в немощи поте богоистовал он в первый раз, но вы не презрели искушение моего во поте моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Мы видим здесь, как апостол подчеркивает, что он не хочет унизить, он не хочет посрамить, он не хочет победить Галатов. Он высказывает им благодарность за то, как они его приняли в прошлый раз. Он показывает, что он беспокоится о них, он их любит, он желает им вечного спасения. И он далее обличает уже учителей, он говорит, «ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них». То есть они хотят вас подчинить, они хотят превознести за вас счет, они хотят сделать у вас великими учителями. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. Хотел бы быть теперь у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Апостол испытывает глубочайшее беспокойство и заботу о вечном спасении Галат, потому что возникает опасность, что они совращаются с пути спасения и начинают искать спасение там, где его нельзя найти. Они пытаются искать спасение в делах закона, а спасение только во Христе. И вот Христос через Павла показывает, что они должны обратиться, они должны вернуться к Иисусу Христу. И апостол Павел ведет себя как обеспокоенный отец, ребенку которого угрожает опасность. И он показывает вот это огромное сердце настоящего пастыря, который испытывает боли, терзание и глубокое беспокойство о том, что люди, о которых он заботится, могут свернуть с пути спасения. И далее он говорит, скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. И апостол здесь использует такой довод. Он говорит, ну хорошо, вы обращаетесь к авторитету Ветхого Завета, давайте же обратимся действительно к Ветхому Завету, посмотрим, что там написано. И там написано, что Авраам имел двух сынов, одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В истории Авраама, когда долгое время Авраам не имеет детей от Сары, то происходит то, что предписывается обычаями того времени. Эти обычаи нам кажутся очень странными, но вот тогда было так принято. Сара просит Авраама, чтобы он вошел к служанке именем Агарь и родил ребенка от нее. Это было так принято тогда, это считалось нормальным. Потом это произошло, и у Авраама был ребенок от Агарьи. Но этот ребенок не является наследником обетования. Он тоже дитя Авраама, его Бог тоже благословил, но по-другому. А вот об Исааке именно, о сыне от Сары, Бог говорит, в Исааке наречется тебе семя. То есть обетование совершится именно через Исаака. Это два завета. В этом есть иносказание. Так, немножко раньше. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись, неподная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что оставлены гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Апостол здесь обращается к образам, которые ясны и понятны всем, кто хорошо наставлен в Ветхом Завете. И вот он говорит, вот есть два сына у Авраама. Это Исаак и Измаил. И Исаак является наследником обетования. Когда Бог говорит, что у тебя будет потомство многочисленное, как морской песок, он говорит о потомстве через Исаака. Измаил является потомком рабыни. Он находится в рабстве. И хотя Бог имеет о нем свое попечение, конечно. Нельзя сказать, что Бог его отверг, забыл, он ничего не получит. Нет. Но чадом обетования является именно Исаак. И апостол здесь обращает внимание на то, что есть нынешний Иерусалим, который находится в рабстве. И есть вышлий, небесный Иерусалим, который свободен и матерь всем нам. И он говорит, мы, христиане, дети обетования по Исааку. То есть мы являемся наследниками того обетования, которое Бог передает через Исаака. Бог сказал Аврааму, у тебя будет многочисленное потомство, и это потомство через Исаака. И мы, христиане, являемся наследниками обетования, которое было дано Аврааму, также через Исаака. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти, гнаврожденного по духу, так и ныне. То есть апостол говорит о том, что христиане сталкиваются с враждебностью со стороны неуверовавших иудеев. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободный». Итак, мы дети, братья, мы дети не рабы, но свободны. В Иисусе Христе мы обладаем свободой. Свободой от тяготы закона. То есть, если раньше народ Божий жил под законом и находился неизбежно под осуждением этого закона, и люди старались исполнить и пытались исполнить Божий закон, но не могли, и постоянно спотыкались, то теперь мы обрели свободу. Мы дети не рабы, но свободны. И далее апостол объясняет о том, что такое эта свобода. Уже в пятой главе мы о ней будем говорить в следующий раз. А это была беседа о четвертой главе послания святого апостола Павла Галатом в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Продолжение следует...